Привет, привет, друзья! С вами Максим. Рядом со мной стоит комикс серии Звездный Замок. Называется 1869. Покорение космоса. Это блестящий пример европейских комиксов. Да, скорее всего вы привыкли к американским, где костюмированные клоуны спасают чьи-то незначительные жизни. Здесь же все несколько иначе. Есть персонаж, или в данном случае персонажи, вокруг них выстраивается история. Здесь у нас стимпанк окружения, романтика, любовь, покорение. В конце концов, космоса будет в следующих номерах, потому что в первом очень-очень-очень маленькая крупица истории. Хочется сразу, знаете, поглотить, наслаждаться этим. Но здесь всего лишь первый том. Мне лично этого мало. А если мне этого мало, значит, однозначно верник понравилось. Отличное произведение. Дай-ка, я прочитаю аннотацию, чтобы было яснее, о чем здесь все происходит. Ну а потом, к вашей любимой части, посмотрим картиночки. В поисках загадочного эфира, источника невероятной энергии, Клэра Дюлок на воздушном шаре отправляется к стратосфере и не возвращается. Это на самой первой странице. Ее муж, гениальный инженер, уверен, что потерял жену навсегда. Но их сын Серафин все еще надеется. Спустя год, герои получают зацепку. Письмо от неизвестного отправителя, в котором говорится, что Клэр вела судовой журнал. В письме их просят приехать в Баварский замок, где героев ждут невероятное открытие и захватывающее. Приключение такова. Да, аннотация, и она, надо сказать, соответствует действительности. Алекс Алис, французский автор и художник комиксов в серии «Звездный замок» Алекс, обращается к Жюлю Верну и романтизму 19 века, создавая красочный мир и, значит, мир приключений и чудес. Самое вот первое я уже отметил. Очень-очень маленькая крупица, хочется больше. Это если понравится. Кому она может не понравиться, я понятия не имею. Например, любителям очень четких рисунков. Здесь у нас картинка своеобразная. Опять же, для незнакомых с европейскими комиксами поясняю, что у нас здесь картинка словно акварельные разводы. Поближе покажу, посмотрите. Это немножечко чуждо, может быть, людям, которые привыкли смотреть на резкие очертания, порой даже карикатурные какие-то, неестественные проявления, художников, так сказать, новой школы, которых я, в принципе, очень и очень не уважаю. Здесь у нас немножко иная ситуация. На мой вкус, картинка безупречная. То есть глаза получают наслаждение ежесекундно. Ты купаешься просто в изображениях. Картинка картинкой. А вот история также заставляет следить за собой. И оттого еще более обидно, что нет возможности прямо сейчас второй том взять, да как начать читать. Здесь примерно 60 страниц. Примерно всего счастья 63-64 страницы. Достаточно тоненький. Выглядит внешне богато. И это удивительно, что комикс выглядит не как комикс. По сути это сингл. Вот это вот сингл. Вот это вот сингл в европейском формате. Как, например, сингл Человека-паука, знаешь, бумажка, которую ты помял и подтерся. Нет. Вот это настоящий сингл, который... Ну книга, йоу. Только был формат немножко потолще, где история бы в полном размере раскрывалась. Но, увы, вот в таком виде выпускает его. Выпускает его издательство Миф. Я обязательно оставлю ссылочку на группу ВКонтакте в описании. Возможно, после этого видео заинтересуетесь, зайдете, посмотрите, сообразите. Да и закажете парочку выпусков. Красота. Кстати говоря, страницы очень приятные на ощупь. Сразу понятно, что вещь у нас тут не дешевая. 1868 это за год до событий книги. До основных событий. Век прогресса, время подъема промышленности. Отважные путешественники без устали штурмуют границы неопознанного, покоряя ледяные просторы Антарктики и непроходимые леса в самом сердце Африканского континента. Пришла пора обратить взоры к небу и отправиться ввысь. Туда, где от холода стынет дыхание, а воздуха с каждым метром становится все меньше и меньше. Приключения начинаются. Естественно, здесь у нас все элементы присущие стимпанк-культуры, только в данном случае классические паровые машины заменены на машине, которые работают на эфире. Эфир, который много-много столетий или даже тысячелетий не был никем найден, здесь наконец-то опознан товарищами и используется для... А для чего он будет использоваться, мы узнаем в Томе 2, конечно же. Здесь только факт того, что его открыли, его нашли, был показан. Я думаю, я достаточно пролистал, чтобы вы ознакомились. Не буду я всю книгу показывать и нарушать таким образом права, но вы меня вынуждаете. Обратите внимание. Обратите внимание, присмотритесь почетче, какая здесь красивая картинка, какая прелесть. Только посмотри, сколько мелких деталей на каждой странице, абсолютно на каждой странице данной книги. А этот великолепный чертеж, с которого начинается глава 3, это у нас эфиролёт Швандштерн, проект номер 15. Мы пока что не увидим, где он будет задействовать, но я уверен, в последующих главах будут и такие применяться, в войнах и в прочих конфликтах людских душ. На картинку смотреть приятно, за историей наблюдать интересно, она достаточно захватывающая. И самое главное, здесь чётко очерчены герои и злодеи. Это приятнейшая история, которая согреет ни одну душу, не только ребёнка. Любому взрослому она подойдёт. Здесь нет чётких возрастных ограничений. Вот за это мне и нравятся европейские комиксы, что они универсальны. Подойдут практически любому возрасту, даже любому настроению человека. Прочитал первый том? Молодец! Смотри продолжение. Кстати, вот он эфиролёт с чертежей, на который я обратил ваше внимание. Это произведение Алекса Алиса для широкого круга читателей. Здесь мне об этом написали, хоть я секунду назад об этом же вам поведал. Побудил ли вас мой отзыв ознакомиться с данным произведением? Обязательно обозначьте в комментариях. С вами был Максим. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»!